Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я покажу свою ежедневную косметичку и с помощью этих средств буду делать ежедневный макияж. Всем приятного просмотра! В качестве подготовки кожи к макияжу я буду использовать данную эссенцию от бренда Тача. Дальше в качестве базы, праймера и крема я буду использовать мой любимчик от бренда Fenty Beauty с SPF 30. И мы помним, да, то что уход за лицом начинается от линии роста волос и заканчивается до зоны декольте. Где-то так вот. И поэтому все средства нужно наносить и сюда. Для того, чтобы макияж выглядел супер натурально, супер естественно, как будто это ваша кожа, а не макияж на ней, мне нравится делать следующее. То есть я наношу консилер и средства для скульптурирования под тональный крем. Так, можно на кончик носа, чтобы нос казался уже сюда немножко, но и на различные проблемные зоны, так скажем. А средства для контуринга наносим сразу же вот сюда на скуловую зону. Можно сделать немножко такой вот загиб, чтобы наши щечки казались наливными яблочками. Сюда. На лоб. Близко к росту волос, чтобы был эффект загара. Височная зона. Средства. Носим так же сюда. Сюда. Нос. И в этой технике прикольно то, что как бы ты не боишься переборщить. Потому что потом это все складется тональным средством. Губа. Челюсть. Второй подбородок. Сейчас я все это растушую и не будет выглядеть так крепко. Я все тушу одной и той же кисточкой, не заморачиваюсь и вам не советую. Макияж должен приносить удовольствие. Создаем как бы такой тень над губой. И губы становятся больше визуально. Визуально. Вводим в височную зону, чтобы у нас были такие cat eye. И тушуем дальше консилер под глаза. Так, мы растушевали. И кстати, зачем я нанесла консилер на глаз? Это, так скажем, база для теней. Если мы нанесем консилер, а потом это все припутрим, то это будет прям хорошая база для того, чтобы тени не скатывались никуда. У кого есть такая проблема, потому что у меня, если просто нанести день, то через час они будут такими ужасными складочками. А это прям выручают, когда нет праймера. У Smashbox, кстати, был очень крутой праймер. Дальше мы будем использовать тональное средство. Наносим, не боимся. И все вот даже неровности или какие-то угловатости, они уйдут, когда мы растушуем наше тональное средство. Так, ну мы все растушевали. Вот видите, как бы даже нет намека на то, что мы себе там что-то скульптурировали. Как будто все так и было. Для бровей я буду использовать карандаш от Vivienne собой. Я им пользуюсь уже на протяжении лет 3-х. Этот цвет 01. И всем советую. И, кстати, он еще прикольно. Можно себе придать контур вместо крандаша для губ с этим вот средством. Так, значит, начинаем делать брови. Как я люблю красить брови? Я просто делаю свои же брови, только немного лучше. Ничего себе супер другого не прорисовываю. И также можно потом вот этой щеточкой все растушевать и убрать излишки. Брови это очень важно. И всегда в ежедневном макияже, даже когда у меня есть только пять минут, я всегда оформляю брови. Также без этого средства я тоже не выхожу из дома. Я обожаю. Это Benefit 24 часа Brow Setter. Это гель на брови, который держит волоски на протяжении всего дня. Щеточка вот такая. И просто придает 3D эффект. И как бы лицо выглядит худее даже. Когда вот поднимаешь брови, лицо выглядит уже. И как будто нет пышок. Не знаю, как это работает, но это работает. Просто мастхэвище. Кто не пробовал, обязательно попробуйте сделать брови с помощью геля. Дальше мы переходим к глазам. И как я уже сказала, на консилер я нанесу пудру для того, чтобы сделать базу для теней. Дальше я буду рисовать межресничное пространство для глаз. Это очень хорошо увеличивает ваши глаза. И смотрится более выразительно, если вы прокрасите межресничное пространство. Я буду использовать обычный карандаш, коричневый. Нужно обязательно прокрашивать не наверху, не внизу, чтобы не оставалось никакого промежутка. А именно вот эту вот линию, где растут реснички. Не бойтесь испачкать что-то там где-то, а потом подотрете. Лично я всегда так делаю. И теперь рисуем вот такую своеобразную стрелку. Неважно, ровно, неровно. И теперь просто ногтем выводим ее вот сюда. Так, теперь все это растушим вот такой кисточкой в форме бочонка. Она должна быть плотной и короткой. А дальше на складку векой я нанесу бронзер теплого оттенка. Вот сюда и вытянусь сюда. Также наношу на нижнюю часть. Чтобы убрать синячок, нужно нарисовать вот здесь вот еще один. Дальше в уголок глаза я нанесу вот этот оттенок мерцающий от Charlotte Tilbury. Можно это даже сделать пальцем. Мне это, кстати, больше нравится. И также можно вот сюда, чтобы увеличить глаз. Так, дальше я наношу консилер вот сюда под стрелку. Чтобы сделать макияж более чистеньким. Дальше наносим тушь. У меня L'Oréal Paradise. Так, с глазами мы закончили. И сейчас я буду использовать бронзер для придания лицу более загорелого оттенка. И опять наношу на нос. Значит, бронзер я люблю наносить отсюда. И тянуть всю эту линию вот сюда. Как бы вот сюда выходить. И макияж тогда соединяется воедино. Вообще прикольно использовать, например, румяна. Как румяна и в качестве теней. И наносить на губы, чуть-чуть на нос. И тогда получается какая-то вот цельная картинка. То есть ничего не спорит ни с чем. Также немного бронзера я нанесу на скулы и лоб. Также бронзер я еще наношу за челюсть. Вот сюда. Чтобы макияж не заканчивался и у вас здесь вот было как бы продолжение. И также то, что у вас осталось на кисточке от контуринга нос, мы наносим на губу еще раз. Вот когда накрасишься, даже если не было настроения, оно появляется. Поэтому всегда нужно помнить, что настроение и вообще все вокруг мы создаем сами. И сейчас мы все это сгладим. Даже если где есть какие-то неровности. Где-то переборщили. Сейчас все это сгладим пудрой. Я буду использовать мою любимую пудру. Это Лора Мерси. Я уже 20 раз ее показывала. И сейчас попробую нанести на одну сторону. Чтобы посмотреть, если какой-то результат. Так, ну например. Так, ну что. Здесь неровности, какие-то высыпания, расширенные поры. Здесь буквально идеальная кожа. Как после фотошопа. С пудрой закончились. Теперь приступаем к губам. Кларанс. Бальзам для вложения губ. Он имеет такой, ну, полупрозрачный, полурозовый оттенок. Не могу сказать, что он имеет какой-то супер оттенок. Здесь, наверное, такой же вообще, наверное, будет непонятно. Но он придает губам немножко розовинку. Розовый цвет. Дальше я буду использовать вот такой коричневый карандаш. Холодно-коричневый карандаш от бренда Miss Thais 702. На самом деле, это не очень хороший карандаш. Потому что, когда я покупала его в Москве в Золотом Яблоке, когда была, то не было моего любимого карандаша от Make Up Forever, номер 506. И я купила, и девушка порекомендовала вот это. Потому что оттенок достаточно похожий. Главное, чтобы он был холодный, коричневый. Холодно-серо-коричневый. И тогда он хорошо подойдет для контуринга. Но, на самом деле, он очень плохо тушуется. Точнее, если так можно сказать, то он вообще красит. Ну, хорошо, не знаю. Такой себе. Если увидите на Make Up Forever 506, то обязательно выберите. Значит, что я делаю? Я наношу вот сюда карандаш в форме такого кружочка. Как бы я рисую линию между вот этими точками. И увожу сюда. И внизу также. Ну, что рисую, что не нарисую. Эту карандаш вообще не рисует. И немножко сюда. Нам не нужен жесткий контуринг, поэтому должно быть нормально. И просто это все складите. И следующее средство — это супер мастхэвище. Если увидите, обязательно покупайте. это тинт от бренда Fenty Beauty. Он замасался немножко. Значит, цвет My Type 01. Как я его наношу? Обязательно перед тем, как его наносить, нужно хорошо увлажнить губы. Значит, как и дело. Главное не нести. Очень много. Потом вы можете добавить. Наносим вот такими точками. И растушевываем все это. Я растушевываю пальцами. Нанесу еще немного. Чтобы было больше видно. Короче, я делала макияж и поняла, что... Доделывала макияж и поняла, что я ничего не сняла. Но я сейчас расскажу, что я делала. Значит, вот это средство для губ. Я уже не поняла, на каком моменте я остановилась. Значит, вот это средство для губ. Это тинт от Fenty Beauty. Я нанесла на губы и также нанесла на щечки в качестве румян. И это все еще... Но мне показалось этого мало. Я нанесла еще Dior румяна в холодном оттенке 001. Сюда. 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 Дальше. Дальше я нанесла хайлайтер от Beauty Drugs на вот эти вот зоны выступающие. И немножко под глаз. Сюда. И сюда. И немножко на нос. И рассказывала, что этот хайлайтер жидкий очень красиво использовать вечером на ноги в миксе с вашим кремом. Тогда не видны никакие недостатки кожи, вены, какие-то неровности. И он действительно как-то выравнивает и очень красиво смотрится, если просто романтик или какое-то мероприятие вечернее. Дальше я хотела показать трюк с этим же хайлайтером на зону декольте. Значит. Все. Допустим камеру. Значит, если это лето, понятное дело, и вы где-то у вас на улице какое-то мероприятие. Или просто огуляется и светит солнышко, что очень важно, потому что вообще все мерцающие, сверкающие средства, неважно сухие или жидкие, они хорошо смотрятся, если светит солнце. Если уже околочно, то это наоборот выглядит, как будто вы болеете. Так вот. Наносим жидкий хайлайтер на выступающие зоны. На черту, на плечи. Как я уже сказала, его много не надо, он очень концентрированный. Я думаю, этого количества будет достаточно и просто шелкаем. Так, ну вроде растушевала. На этом все. Рада была, если вам понравилось это видео. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И напишите также, какие темы вам интересны. Спасибо. 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 Спасибо.